Я бы хотел вот в этом ролике затронуть одну такую небольшую сферу жизни пожилого человека, но очень важную. Это эмоциональную сферу. Ведь характерны специфические изменения вот в этой эмоциональной сфере человека. Как говорится, нервы уже не те, и мы не контролируем некоторое усиление каких-то фиктивных реакций, склонны к беспричинной грусти, слезливости. Вот наше активное правое полушарие, которое по своей морфологии негативно, оно становится доминирующим. И вот общей характеристикой нашего эмоциональной чувственной сферы вот в этом возрасте какая-то наступает временная неустойчивость. Вот этих высших эмоций, я бы сказал, это начинаем нагнетать катастрофическое мышление. Что всё плохо, что вот болезни, что никому не нужны, что мы умрём скоро. Умрём, я это точно знаю. Но мы не скоро. И поэтому мы можем эти эмоции, вот это правое полушарие, которое негативно по своей морфологии, поднимать его, чтобы он эмоционально реагировал на события в мире, ну, на какие-то общественные явления с устойчивостью. Ну, чтобы глубоко переживаете какие-то произведения искусств, картины, спектакли, книги. Поймите, вот здесь в данном случае у нас освобождается и время, и наши возможности, которые будут развивать нашу эмоциональную сферу, связанную с индивидуальным творчеством. Вот отсюда и расширяется наша творческая способность. Мы или уходим в маразм, угнетаем всех своих близких, и все они ждут, чёрт бы побрал этого старика, быстрее бы подох. Или мы наполняем нашу жизнь любовью к людям, к живой природе, к искусству. Вот это творчество, которое значительно изменяет способность вот этого пожилого человека контролировать внешние проявления, чувства и эмоции. Когда мы вот подвержены маразму, какому-то негативному состоянию, вот этому слободушию, я бы сказал, мы уходим в негатив. А если мы творчество своё поддерживаем, то тогда у нас появляется смех, радость, да даже вот такая светлая печаль. А вот эмоциональная чёрствость, снижение эмпатичности, когда мы не сопереживаем, вот это плохо, потому что происходит интроверсия, обращение в свой внутренний мир собственных переживаний. И вот снижается интенсивность положительных радостных эмоций, и доходим до апатии, склонность к аффективным реакциям. Вот это лоббильность, неустойчивость настроения, тревожность и мнительность. Ну да, консерватизм нам свойственен в пожилом возрасте. Да, нам трудно привыкать к новым нормам морали, поведению. И мы критикуем эти нормы поведения. Но если вы соприкоснётесь с отражением реальности, искусства, если вы будете что-то творить, но не вытворять, когда вы в своё правое полушарие будете светлые чувства, сопереживания, эмпатию к другим людям, любовь, то тогда вам же легче будет жить. Вот поэтому так важно, и пройти мой тренинг – это умение владеть эмоциями. Владеть эмоциями – это не значит их сдерживать. Владеть эмоциями – это значит их создавать. Значит, чтобы вы создавали хорошие, радостные эмоции, вам от этого будет и легче жить. Ведь окружающие вас любить будут и будут говорить «Чёрт бы побрал, пусть живёт этот старик, он нам радость какую-то приносит». Я в свой адрес только так чувствую. А в конце концов это и на здоровье влияет. Так что, друзья мои, давайте работать над эмоциями. Работать над эмоциями не сдерживать, а создавать. Творчески подходить к этому. Мы поработаем над этим. Обращайтесь ко мне, подписывайтесь на канал.